Могу сказать только одно, что Бог нас всех уберег от того, что никто не пострадал, серьезно, никто не погиб. Потому что в закрытом помещении вести беспорядочную стрельбу, тем более это когда делает представитель власти, и не просто какой-то там референт, а заместитель министра, заместитель главы администрации президента присутствует при этом, тоже участвует в этом конфликте. Это, конечно, утручает и подтверждает, к сожалению, подтверждает все, что мы говорили за весь этот период, о том, что Аслан Георгиевич Бжания, как глава государства, избранный, пришедший на невыполнимых обещаниях, на обмане, на лжи, для того, чтобы продлить жизненный цикл, свой жизненный цикл в этом кабинете, в который он попал, как мы уже видим, совершенно случайно. Он привлек к себе, к работе, вокруг себя полукриминальные элементы с криминальным мышлением, которые, выясняя отношения, могут использовать огнестрельное оружие. Это опасные люди вообще. Правоохранительные структуры, они пытаются очень нелепо, неуклюже давить на инакомыслящих. И причем каждый раз, это уже не первый раз, вон там были в гостях у нашего соратника недавно. Это, эти попытки заканчиваются всегда против этой же власти. То есть, вместо того, чтобы прийти кого-то напугать, они даже по-человечески напугать не могут. То есть, сами потом боятся, сидят в осаде. Вот как вчера там недовольные граждане поехали на дачу, значит, и сидели, значит, просили, чтобы сюда никто не пришел и так далее. То есть, это о чем говорит, что нет четкой, понятной линии, все хаотично. А это вот вчера повезло нам, никто не погиб. А кто будет отвечать, если кто-то погибнет? Поэтому я считаю, что Аслам Жаня, как человек, который за все это несет персональную ответственность, с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой теряет свою легитимность. То есть, почему мы не защищены, почему в этом отношении не ведется преследование? А потому что власть, так называемая, я даже это слово уже не хочу употреблять, некая группа лиц, которая там имеет корпоративные интересы, она абсолютно ни с чем не справляется. Ничего сделать для народа не в состоянии. Народ сидит без света. Мы сегодня хотели провести пресс-конференцию пораньше. Мы ее не могли провести, потому что дома нет ни воды, ни света. Кто-то, значит, элементарно, извините, что говорю, умыться невозможно. Президент на встрече с представителями интеллигенции сказал следующее, что он готов и что необходимо поделиться частью суверенитета. Вот эту тему сейчас Виталий Викторович затронул. Я считаю, что глава государства вот такого рода высказывания делает преднамеренно. Это он делает специально для того, чтобы в Абхазии нарастали именно антироссийские настроения. Исхожу я из того, что с первого дня прихода во власть он громко на всю страну заявлял о том, что нам необходимо выстраивать отношения с Грузией. Многоуровневые переговоры, которые были заложены в концепцию внешней политики, под натиском оппозиционных сил, ему пришлось отменить, убрать этот пункт. Этот политик ориентирован на Грузию. Он это и не скрывает, он много раз об этом говорил. А вбрасывая в общество такого рода выражение, он еще раз хочу повторить, он способствует возрастанию антироссийских настроений. Любой гражданин должен встать против такой власти. Эта власть, которая сегодня находится в Абхазии, ничего хорошего для народа Абхазии, для истории Абхазии, для будущего, для настоящего не сделает. Хочу вам даже больше сказать, дорогие мои друзья, все, что произошло за эти полтора-два года, мы с вами будем еще исправлять минимум пять лет. Колоссальный, колоссальный ущерб нанесен правоохранительной системе. Авторитет, доверие простых граждан к правоохранительной системе полностью уничтожено. Энергосистема полностью разрушена. Абсолютно полностью разрушена. По всем остальным направлениям, понимаете? И вы говорите, что мы будем дальше делать. Мы дальше будем вести активную политическую деятельность, направленную на спасение абхазского народа от этой власти. Все.